Сергей Алексашенко, который был в нашем эфире, он говорил о том, что Лукашенко может выдохнуть после встречи Путина и Байдена. Потому что, судя по всему, Америка решила не вмешиваться в белорусский процесс так активно, как, наверное, могла бы. Вот какое у вас впечатление? Действительно ли это удачно для Лукашенко сами? Ну, знаете, я вообще не считаю, что были какие-то серьезные основания надеяться, что Байден и Путин могут вообще разрешить белорусский вопрос по очень многим причинам. Ну, прежде всего, тема Беларуси была на периферии, и просто не хватило времени ее обсудить. Беларусь не является приоритетом во внешней политике США, чтобы уделять ей слишком много внимания. Очень важный фактор в российско-амерканских отношениях – это недоверие. Любое соглашение основывается на том, что его нужно выполнять. А сегодня отношения между США и Россией настолько плохие, США вводят тут все новые санкции, что единственное, о чем вообще могли договориться президенты, это о неких правилах игры, о неких рамках, в которых должен протекать конфликт, о неких красных линиях, которые нужно пересекать. Не более того. Кроме того, позиция России состоит в том, что постсоветское пространство – это сфера российского влияния, в которую США не должны входить. Ну, а Беларусь – это вообще особая зона для Кремля. Ну, а США, в свою очередь, отвергает саму концепцию сферы влияния и не готова предоставлять России полный карт-бланш на то, чтобы делать в Беларуси все, что захочет. Но даже если бы Байден и Путин договорились о том, что вот каким-то образом решить белорусский вопрос, то я не уверен, что эту договоренность Путин мог бы реализовать. Потому что тот короткий период, август-сентября 2020 года, когда президент России действительно мог способствовать уходу Лукашенко, давно прошел. Вот. А сегодня это не так просто. Если, конечно, вынести за скобки такие совершенно брутальные способы, как там ведение танков или газ-новичок, то механизмы влияния на Беларусь со стороны России ограничены. Ведь фактически Путин не смог защитить свой банк, банк «Газпрома» в Беларуси от рейдерского захвата. Не мог добиться освобождения вагнеровцев, пока ситуация не поменялась. А теперь вообще не может выцарапать из белорусской тюрьмы граждан России, в частности ту же Софию Сапегу, которую задержали вместе с Романом Протасевичем. Поэтому я считаю, что вообще надежда на то, что Байден и Путин, встретившись, решат белорусский вопрос, но это действительно иллюзия. На ваш взгляд, все-таки Путин заинтересован в том, чтобы София Сапега была экстрадирована в Россию. То есть как раз многие спорят, что зачем она ему нужна, потому что вроде как она не на стороне России. Ну, такие я слышал точки зрения. Тут неважно, что она как бы представитель оппозиции. Действительно, в самой России с оппозиционерами делают то же самое, что в Беларуси, если не хуже. Там вот история с Навальным. В Беларуси пока не травят никого. Но тут ситуация другая. Гражданка страны, претендующая на статус великой державы, арестована в соседнем государстве. И эта великая держава ничего не может сделать, чтобы ее освободить. Тут как бы удар по престижу России. Вот в этом все дело. В этом как бы проблема. И ведь не случайно российские СМИ обращают внимание на то, что вот там, да, российская гражданка оказалась в тюрьме. И даже там не сразу, по-моему, и консул российский там появился, и так дальше. Так что тут это определенный удар по престижу России. То есть получается, что Лукашенко таким образом играет с Путиным? Безусловно, играет. Вся история взаимоотношений Лукашенко и Путина – это бесконечная игра, это бесконечная дискуссия, это бесконечное соревнование. Кто более крутой, кто кого, значит, как говорит Лукашенко, наклонит. Вот. И ведь вся история взаимоотношений Лукашенко и Путина – это история постоянных конфликтов. Причем, когда конфликт приобретает характер такой неприятный для белорусского лидера, он выносит ее в политическую плоскость, в публичную плоскость. Начинает публично скандалить, начинает кулаком стучать по столу. И в былые времена до сих пор это работало. Это работало, потому что это влияло на российскую элиту, на российское общество. Дескать, смотрите, ближайшего союзника забежают. Вот. Для российского общества, для российской элиты потерять Беларусь – это, ну, как бы страшная трагедия. И Лукашенко этим пользуется. Вот. В этом… То есть Лукашенко ведь нашел уязвимое место, ахиллесовую пяту российской элиты и Путина в частности. Это имперский комплекс. Ведь что произошло после распада Советского Союза, когда все бывшие союзники стали разбегаться в разные стороны, одни ушли на запад, другие – к Китаю, третьи – к Турции. Даже некие регионы России пытались отделиться. Вон, две чеченские войны пришлось провести, чтобы удержать Чечню в составе России. Вот. То есть Россия переживала тяжелый постимперский синдром от распада великой державы. И на этом фоне одна единственная Беларусь, устами Лукашенко, все время публично заявляла, Россия наш лучший союзник, Россия наш старший брат, мы готовы умереть, но не пустить натовские танки на Москву, если они будут идти с запада. И вот это, ну, было таким бальзамом на вот эту раненую российскую душу, которая потеряла статус великой державы. И Лукашенко очень эффективно этим пользовался и пользуется до сих пор. Вот. И поэтому, да, ситуация немножко, конечно, поменялась после августа-сентября прошлого года. Но, тем не менее, Путин не может получить все, что он хочет от Лукашенко. Что-то получил, но далеко не все, чего он хочет. Ну, что касается врагов Лукашенко, внутри российской элиты, потому что вот Максим Шевченко как-то говорил, что там ведь история про множество башен, там ходят легенды, что не все башни за Лукашенко есть те, кто активно играет против него. Ну, и опять же, в интервью, ну, скорее, на допросах Протасевича, спала фамилия Мазепина, и одного из российских олигархов, и, соответственно, это тоже рассматривает, как вот, смотрите, вот российский олигарх, который играет вроде как против Лукашенко. Что известно об этом? Действительно ли там так много врагов у него сейчас? У Лукашенко, я имею в виду, в российской вот этой приближенной к Кремлю элите? Ну, там действительно есть определенные разногласия, скажем, российские силовики, наиболее активные лоббисты Лукашенко в России, а вот представители, скажем, экономического блока правительства, они не слишком довольны, что приходится тратить российские ресурсы для поддержки Лукашенко. И бывали ситуации, когда публично какие-то министры или заместители министра, ну, скажем так, скептически оценивали необходимость помощи Белоруссии экономической, только под давлением политического руководства они шли на это. Есть олигархи, которые хотели бы получить какие-то лакомые куски белорусской экономики, а Лукашенко их не пускает. Вот, наверняка они тоже хотели бы поменять эту ситуацию, хотели бы, ну, какого-то более удобного руководителя, с которым можно было бы решать вопросы о приватизации белорусской собственности. Ну, и не случайно тут вот возникла фамилия Мазепина. Вот, поэтому, ну, а то, что белорусские власти все время говорят о врагах белорусско-российской интеграции внутри российской элиты, это давняя история, это еще с 90-х годов, когда Лукашенко обвинял российских либералов, там, Явлинского, Гайдара, Чубайса, вот. Так что Лукашенко все время ведет войну с врагами интеграции в российском обществе, с российскими СМИ, в частности, вот сейчас история с корреспондентами ТАСС, да, возникла, да. Это постоянно действующая ситуация, она не возникла вдруг. Ну, ведь, кстати, история с ТАССом, это своего рода пощечина, ведь это российская государственная телеграфная информационная агентство, старейшая, кстати, в России и контролируемая государством. То есть это же месседж в том числе и власти, нет ли это, или это не следует так рассматривать? Ну, в общем, да, это и ситуация с корреспондентами ТАСС, как и ситуация с российскими гражданами, которые находятся в белорусской тюрьме, как и определенная часть российских журналистов попала под замес в первые дни после выборов. И тогдашний российский посол пришло, пришлось ему их выручать, их, так сказать, искать, их спасать. Вот, так что российским журналистам попала в Белоруссию в августе прошлого года. Поэтому, ну да, за годы правления Лукашенко много российских журналистов было выслано из Белоруссии. Объявлены персонами Нонграда. Тот же Павел Шеремет, когда-то тоже, так сказать, представитель российского общественного телевизора. Да, Первого канала. Оказался в тюрьме. Поэтому война с российскими журналистами – это перманентный процесс. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир. Валерий Карбалевич, политолог из Белоруссии, был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.